Матфея 16 В 12 главе слова Христа Я создам церковь мою То есть Иисус собрался создавать церковь Значит в Ветхом Завете церкви не было Иисус создал свою церковь Я создам Он говорил о каком-то будущем времени Хорошо, если не было в Ветхом Завете церкви А ее уже создал Иисус, пришедший на землю То когда Он ее создал? Когда ходил, проповедовал и молился? Или когда был на Голгофе? Когда же Он ее создавал? В одном из посланий Когда говорится о церкви как о теле Христа Говорится о Хрисе как о главе Воскресший Христос Не просто Христос, а воскресший Христос Является главой церкви Получается, церковь была создана После воскресения Если главой является не просто Христос А воскресший Христос Значит, не то, что Бог создал церковь А потом после воскресения у церкви появилась голова Вот. Церковь появилась одновременно. Значит, церковь появилась после воскресения. Когда же она появилась после воскресения? И тут давайте посмотрим 1 Коринфянам 12 главу, 12 стих. Это место очень часто используют, когда говорят о дарах Духа Святого. Здесь мы посмотрим с вами о церкви, как о теле. Смотрите, 1 Коринфянам 12 глава, 12 стих. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много составляют одно тело, так и Христос. И вот здесь говорится как раз о вселенской церкви, как о теле Христа и о верующих, как о разных частях этого тела. И дальше, смотрите, 13 стих. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело. Иудеи или елены, рабы или свободные, все напоены одним Духом. И здесь апостол Павел показывает, что, смотрите, служение церкви немыслимо без действия Святого Духа. Святого Духа. Все мы одним Духом крестились в одно тело. Говорится о крещении Духом Святым. И мы вспоминаем, что уже после своего воскресения Иисус говорил ученикам такие слова, что вы через несколько дней будете крещены Духом Святым. Это было сказано в первой главе Деяний. И во второй главе слова Христа исполнились в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на собрание учеников, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Дух Святой сошел. Верующие были крещены Духом Святым, и день Пятидесятницы называют днем рождения церкви. Мы все, это уже не просто было собрание учеников, это было вот это тело Христа. Люди, крещенные одним Духом в одно тело. День Пятидесятницы. Поэтому мы в церкви празднуем день Пятидесятницы, не только как день исхождения Духа Святого, но и как день рождения церкви. Причем, заметьте, этот день рождения церкви в день Пятидесятницы была рождена и Вселенская Церковь, да? Тело Христа, одним Духом в одно тело. И была в этот же день рождена первая поместная церковь в Иерусалиме. И они родились, в принципе, и Вселенская, и первая поместная церковь, конкретно в городе Иерусалиме, в один и тот же день. Теперь, когда мы с вами говорим, из чего же состоит церковь? Хорошо, церковь, здание, скамни, понятно, она возникла, из чего же состоит? И вот посмотрите, если мы вернемся в Евангелие от Матфея 16 главу, когда Петр говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. И это вот первое упоминание в Новом Завете, слово церковь Христом, да? Иисус отвечает, блажен ты, Симон, сын Ионин, не плоти кровь открыли тебе, это Отец Мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют её. И тут опять возникает вопрос, который сегодня, в 21 веке, разные верующие истолковывают по-своему. А на чём же, на каком это камне, на каком это фундаменте, на каком это основании создана церковь? Я думаю, что вы знаете людей, которые говорят, этот камень кто? Кто? Апостол Пётр. На всём камне, то есть на Петре. Ну, поскольку Пётр-то в своё время умер, то они говорят, ну, Пётр-то умер, а камень-то остался. И как они это говорят? Ну, потому что Пётр, это первый папа римский, он основал целый Кефриме, и все последующие папы. Это как бы последователи Петра. И получается, на Папе Римском, первым из которых был Пётр, последний Бенедикт, да, сегодня, вот на этом камне и основана церковь. И получается, если ты не принадлежишь к Рима-католикам, ты не являешься церковью. Это первое понимание, да? Другие говорят, ну, вы что? Какой Пётр? Церковь, это основано на Христе. И Иисус, Он обыграл, ты, Пётр, и на сём камне. То есть на камне. До нас дошла книга. Если бы тогда была видеокамера, было бы многое понятнее. Потому что есть такие вещи, как жесты, да? Говорят, ты, Пётр, и на сём камне. Он говорит, ну, как бы обыграл. И показал на себя. Осную церковь мою и врата, да, не долеют её. Было бы понятно, но, к сожалению, у нас не видеокассета, а у нас книга. Где жесты остались? Там где-то, неизвестными. То есть на кого Он показал? Ты, Пётр, и на сём камне. Или ты, Пётр, и на сём камне. Куда показал Он? Католики говорят туда. Вообще, на слово протестантов говорят сюда. Есть третья категория, которые говорят, и не на Петре, и не на Христе, а на откровении Петра о Христе. На его исповедании ты, Христос, Сын Бога Живого. Вот он камень. Откровение. И на нём основана церковь. Люди, получившие откровение о Христе. Вот на чём строится церковь. Три основных мнения существуют в 21 веке. А в первом веке что думали? А? Мы-то с вами на чём? Ну, понятно, что не на Папе Римском. Иначе мы бы здесь не сидели. И тут, конечно, давайте посмотрим с вами на другие места в Новом Завете, которые помогут нам понять. Сначала они нас тоже запутают, но потом я распутаю всё. Смотрите, на чём же основана церковь? На чём же основана церковь? Ну, давайте посмотрим 1 Калинфянам 3 главу. Мы с этого начнём. Апостол Павел говорит. Помоги мне, давай сейчас доску сделаем по-другому. Тут картинка будет другая. Ага, спасибо. Вот так вот. Раньше мысливы, сейчас пойдём шире. Вот смотрите, апостол Павел, да? Давайте зарисовку такую сделаем. Зарисовку. Апостол Павел. Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Апостол Павел показывает фундамент. Это кто? Иисус Христос. И на этом фундаменте, на этом основании я строю церковь. А кто строит? Апостол Павел. Вот тут мои способности. Я не знаю, как апостола Павла изобразить. Я думаю, он был радостный. Не мог он быть с короткими волосами. Я таких служителей не понимаю. Ну, может быть, был с бородой. И вот смотрите, апостол Павел, вот он строитель, вот у него мастерок, вот ещё. И он говорит, я, как строитель, как мудрый строитель, да? Как мудрый строитель положил основание, да? Положил основание, и никто не может положить. Он дальше вам поясняет другого основания, кроме положенного, которое есть кто? Иисус Христос. Значит, что такое основание, дорогие? На каком камне строится церковь? На Иисусе Христе. Правильно. Правильный ответ. Пока мы ещё не открыли послание к Ефесиным. Если мы откроем послание к Ефесиным, вторую главу, вторую главу, двадцатый стих, тот же апостол Павел, ничтоже сумняшися, пишет. Двадцатый стих. Быв утверждены, он говорит о церкви, да, о верующих. Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором всё здание слагается стройно, возрастает в святой храм. В чём? В Господе. На котором и вы устрояетесь в жилище Божие духом. И здесь апостол Павел пишет вещи, которые совершенно, казалось бы, противоположны, да? Вы на основании кого? Апостолов и пророков. И вот тут он показывает нам фундамент. Апостолы и пророки. Причём здесь уже люди не строят. Конечно, он говорит, да, имея Иисуса Христа краеугольным камнем. Краеугольный камень – это был камень, который был заложен в углу фундамента, ну, то, что соединял, да, краеугольный камень. Конечно, апостол Павел не мог забыть о Христа. Он там в углу всё соединяет. Но основание-то он называет апостолов и пророков. Апостолов и пророков. Причём он уже не говорит, что я тут как мудрый строитель. Он сам был апостолом. Он уже как бы являлся частью основания. И здесь уже он говорит, я как мудрый строитель, каждый смотри, как строит. Здесь уже он не говорит, вот в этом месте. Каждый смотри, как строит. Здесь мы ничего не строим. Здесь мы, смотрите, он использует это слово, мы, на котором все здание, слагаясь, стройно, возрастает святой храм, мы не строим, мы слагаемся, стройно, на котором вы устрояемся, мы не строим, мы устрояемся, то есть устрояемся, переведем на современный русский язык, строят из нас, строят из нас. Сейчас, когда мы говорим вот об этой картине церкви на основании апостолов и пророков в фундаменте, то здесь верующие не занимаются никаким строителем, они занимаются тем, что из нас строят, из нас. И тут сразу мы вспоминаем слова Христа, я создам церковь мою. И здесь получается, если из нас строят, а апостол Павел не может быть этим строителем, он тут часть основания, то мы отлично понимаем, что здесь строителем кто является? Иисус, Иисуса Христа трудно изображать для меня, но я его изображу тем, что он будет выше, чем апостол Павел, чтобы вы не перепутали. А так он будет во всем похож. Вот его одежда. И вот он устрояет церковь свою. Здесь апостол Павел строит на основании Христа. Здесь Иисус Христос строит на основании апостолов и пророков. Вот как бы и прояснили ситуацию. Если раньше нам было непонятно в Евангелии от Матфея, что же является основанием, то тут непонятно не только, что основание, но непонятно и строитель-то кто. Строитель-то кто? Казалось бы, вот как знаете, когда и встречаются атеисты, и они как раз берут такие места Писания, и говорят, смотрите, в вашей Библии полно противоречий. В вашей Библии полно противоречий. На самом деле, драгоценные, никаких противоречий здесь нет. Нам дана церковь, как тело Иисуса Христа, просто с двух сторон два взгляда. Первый взгляд – это взгляд небесный, взгляд неба. А второй взгляд – это взгляд земной. Взгляд со стороны земного, земного служения. И посмотрите, если мы разберем с вами первую часть, со стороны неба, церковь, она устрояется из нас, Христом. Он созидает церковь свою. И он берет в основание, закладывает апостолов и пророков. Здесь тоже, смотрите, очень интересное понимание, что же это со стороны неба за основание апостолов и пророков. С одной стороны, конечно, апостолы и пророки, апостолы и пророки, апостолы – те, кто писали нам в Новом Завете, да? Пророки – это авторы Ветхого Завета. То мы можем сделать вывод, да? Это слово Божье – это Писание Ветхого и Нового Завета. Но, безусловно, это не просто слово, как некая книга или собрание рукописи, а слово, которое принято верующими людьми. То есть мы видим, да, это то, что заложено в основе церкви, со стороны Бога. Но в то же самое время мы понимаем, это так хорошо рассуждать с 21 века. А в первом веке у первой церкви еще не было этого канона Нового Завета, что у нас есть сегодня. Они использовали на богослужениях что? Ветхий Завет. Получается, в первом веке они использовали только книги пророков Ветхого Завета, да? Пятикнижие Моисея. А кто были апостолы? Апостолы тогда были не историческими личностями, как сегодня, а были конкретными служителями, как апостол Павел, которые шли в разные страны и города и начинали новые общины. Получается, это не просто Писание. Это также и люди, которые идут в новые места и эти Писания проповедуют. Эти Писания возвещают, и там начинаются новые церкви и новые общины. И вот тут уже схожесть 1 и 21 века. Потому что сегодня тоже есть огромное количество мест, где люди не веруют в Иисуса Христа. Правда же? Не веруют в Иисуса Христа. В конце 1991 года я внутри себя почувствовал призвание начать новую церковь. Ты скажешь, Виктор, что сделаешь себя апостолом? А почему нет? Ведь апостол сегодня как высокий духовный титул, типа генералиссимус церкви. Но в первом веке апостол, это означало просто посланник. Бог посылает, и он начинает новые церкви. А я верю, Бог не просто тогда говорил людям. Он сегодня людей не меньше любит и не меньше им говорит. Конечно, мы сегодня не добавляем книги в Новый Завет. Новый Завет уже завершен, его достаточно. Но мы продолжаем проповедовать Евангелие. Продолжаем проповедовать Евангелие. И на основании людей, которые идут и проповедуют, и начинают новые церкви, строятся новые общины. И эти новые общины состоят, и опять-таки их устрояет Христос, из живых камней. А живые камни это кто? Это мы, верующие. То есть с точки зрения неба, Иисус берет людей и призывает конкретных людей. Как Он призвал Петра и Якова для создания церкви в Русалиме. Как Он призвал Павла и создавал многие церкви в той же Малой Азии. Как Он сегодня призывает людей, чтобы они создавали новые христианские общины. И эти люди являются как бы неким основанием. Ты скажешь, ну это какое-то основание на человеке. Да нет, потому что, конечно, с одной стороны апостолы и пророки, с другой стороны мы не забываем. Краеугольный камень кто? Иисус все-таки. Без Него никуда, понимаете? Но в то же самое время Иисус же, ну не просто так, вот создам церковь. Он с кого-то начинает, кого-то Он закладывает в основание этих конкретных христианских общин. Иисус закладывает в основание. И потом уже на этих людей, которые начинают, начинают выдвигать другие живые камни верующих. И так мы слагаемся в стройный храм в Господе. И обратите внимание, вот здесь, когда мы смотрим на, с позиции неба, да? С позиции неба. Вот тут храм стройный. Почему? А разве Иисус может что-нибудь не стройное делать, а? Мы, может быть, камни не совсем бывают хорошие, но Он из нас делает то, что нужно. Здесь поэтому говорится, когда говорится об основании апостолов и пророков, да? Тут здесь, на котором все здание слагается стройно, возрастает в святой храм Господи. И тут все стройно, тут все свято, потому что строитель безупречный. Теперь давайте поговорим на церковь не с точки зрения неба и небесного созидания, небесного служения, а с точки зрения земного служения. Здесь мы видим, да, с позиции земной конкретно строятся люди, люди строят апостолы, да? Апостолы, которые начинают церкви, кладут в основание что? Конечно, нашего Господа Иисуса Христа, Он заложен в основании, они начинают проповедовать о Нем, начинают учить, люди каются, возникает община, и апостол Павел говорит, я заложил основание, но потом, не только он один тут трудится, он один строитель, Павел строитель, или Петр строитель, или Яков апостол строители, но каждый смотри, как строит, потому что апостолы закладывают основание, начинается церковь, а потом не один апостол, а все верующие, каждый смотри, как строят, то есть, дальше эту церковь строят не только апостолы, или пасторы, а строят все верующие, все христиане, разными служениями, кто-то служением благотворительности, кто-то служением, там, домашних групп, то есть, разными служениями, понятно, да? Мы начинаем, поэтому нет у апостола Павла противоречий в фундаменте и в строителе, просто он показывает нам церковь с точки зрения созидания небесного и с точки зрения созидания земного, потому что, если мы покажем земным, например, неверующим людям, кто построил вашу церковь? Иисус Христос. Они, в смысле, вот так пришел, сказал я Иисус, будем строить, или как? Нет, это невидимым образом, вы нам про невидимое, про небесное не говорите. Земное, как произошло? Ну, как земное? В 1991 году Виктор Судаков, а, вот, понимаете, и тут уже начинается речь про людей, понимаете? Здесь уже с точки зрения земном, люди являются строителями, поэтому, когда, там, мы в некоторых брошюрках пишем, там, Виктор Судаков, основатель, пастор церкви, новая жизнь, и крикать, как это основатель? Иисус, основатель. Да, Иисус, но через кого? С точки зрения небесной, новую жизнь в Екатеринбурге основал Иисус, с точки зрения земной, Он призвал меня, понимаете? Поэтому и то, и другое верно, просто с разных позиций, с разных, с разных точек, с точек зрения. И возвращаясь к нашему вопросу, кто же камень? Петр или Христос? Или откровение Петра о Христе? Камень, это верны все три ответа. Камень, на котором основана церковь, и Христос, правда же? Камень, на котором основана церковь, и Петр, потому что он тоже был апостолом, но не только он один. Поэтому мы не верим в исключительность одного только Петра. Апостолы тоже. Камни, на которых созидались конкретные земные общины, правда же? Камень, это и откровение людей об Иисусе, их исповедание, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого. Как без этого? Правда же? Поэтому все три взгляда, что за камень? Да и Петр, и Христос, и откровение Петра о Христе, которое не от плоти пришло, а от Небесного Отца. Все это является, по большому счету, тем фундаментом, на котором мы с вами стоим. На котором стоит Божья Церковь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова